Эй, Тутик, скажи подружке привет! Привет, подруги! У нас сегодня новый выпуск, и сегодня мы с вами время будем проводить в доме. Будем показывать вам и рассказывать, что же у нас тут классного и нового происходит и произошло за эти последние три месяца. Конечно же, те, кто следили за вами в Инстаграме, часть из наших приключений видели, но те, кто не следит, для вас будет очень много всего нового. Но перед тем, как приступить, у нас хорошие новости. Мы наконец-то возвращаемся в Санкт-Петербург. Ура! Рэм для меня является приглашающей организацией, поэтому мой случай рассмотрели в виде исключения, и, как я уже сказала, я получила визу, и я могу вернуться в Санкт-Петербург. Все, что мне осталось сделать, это сдать тест на коронавирус. За три дня до поездки это нужно сделать, и вот завтра, ну, к моменту записи этого видео, завтра мы поедем сдавать этот тест. Говорят, он сильно неприятный, но я сделаю все, что угодно, только чтобы вернуться домой к Арсу, чтобы мы снова увидели, чтобы он снова увидел Рэма, и, в общем, чтобы наша семья воссоединилась. И это в нашем доме большой-большой праздник, хоть пеки торт, что, кстати говоря, я и собралась сделать. Те, кто смотрит мой канал, вы наверняка помните мой фиаско с шоколадным тортом. Ну, как шоколадным тортом, это скорее был шоколадный кирпичик. И поэтому к возвращению домой после отсутствия в три месяца я не могу пасти лицом в грязь и разочарать своего мужа, и, в общем, испечь ему какой-то непонятный снова кирпичик. В общем, экспериментировать над ним я не могу. Поэтому есть у меня подруга, которая пришла мне на помощь, ее имя Полина Филимонова, и она кондитер. Она открыла самую большую онлайн-школу для кондитеров в Европе, и уже более 40 тысяч учеников прошли через ее школу. Семь лет она работает кондитером, и опыт у нее очень-очень хороший. Ну, а для таких, как я, криворучик, здесь, конечно же, сработает ее талант также преподавания, поскольку она научит меня с самого нуля, как сделать, во-первых, очень вкусный десерт, второе, как его оформить так, будто я его купила в кондитерской, и третье, если я когда-либо решусь в своем декрете зарабатывать деньги на кондитерском искусстве, то она научит, как это все дело прекрасно продавать. Завтра начинается новый ее вебинар. Здесь под моим видеороликом оставлю для вас ссылку, особенно для тех подруг, которые всегда просят меня оставлять рецепты, показывать, как я что готовлю. Но пока мы только учимся, давайте посетим вместе вебинар Полины. Он абсолютно бесплатный, и на нем она ответит на самые насущные вопросы. Впоследствии она научит более 35 рецептов, и как эти рецепты превратить в самые красивые волшебные десерты. Здесь вы можете видеть работу ее учеников. Но я надеюсь, что даже я, человек, который ничего не смыслит в кондитерском деле, смогу все-таки испечь свой идеальный шоколадный торт для своего мужа. Под этим видео оставлю, во-первых, ссылку на вебинар. Там вы найдете всю информацию, все, что Полина расскажет, все, что она подарит, и все, что вы получите от этого вебинара. И также под этим видео будет ссылка на ее YouTube-канал. Заходите, знакомьтесь, и перед тем, как принять решение о принятии участия в этом вебинаре, обязательно посмотрите хотя бы несколько ее видеороликов. Вы влюбитесь ровно так же, как в нее влюбилась я. Да, котенок? Ты моя птичка. Ты чего, мои сладки? Пойдем покажем подругам, что у нас в доме новенького. Да? Пойдем расскажем? Ух ты, Боже. Короче, у него новая фишка. Он начал сильно стесняться. Когда новые люди, когда мы где-то на улице, когда кто-то нам подходит, он просто вот так вот ко мне прибивается, улыбается и стесняется. Да, котенок? Ты чего, стесняшка у меня? У тебя такое время. У него начинаются приливы нежности. Он ко мне может прийти. Особенно, когда я на него ругаюсь, он нашкодит. Или, в принципе, я в доме что-то там бухчу. Он всегда, каждый раз подходит ко мне. Если я сижу, он кладет головушку на колено и вот так вот прям ложится и пытается меня успокоить. Если я стою, то он подходит, прижимается к ногам, их обнимают и вот так вот, вот так вот, да, котенок? В общем, растет мой ребенок. У него появляются очень-очень крутые проявления его нежности. Он обнимает, он уже целует. Он, не знаю, может просто подойти, попроситься на руки. Но не так, как обычно, знаете, мелкие просто просят висеть на руках. А вот именно у него какая-то такая нежность. Да? Давайте, подруги, пойдем покажем, что у нас тут в доме. Первое, что нужно отметить, я начала собирать наши чемоданы. И потихонечку я разбираю вещи и пытаюсь их сложить в те, которые остаются здесь, и в те, которые я забираю с собой. Естественно, большинство вещей, игрушек, посуды и всех штук, которые у нас здесь новые, они останутся здесь. Просто потому что кататься на два дома и таскать эти вещи с собой, это просто невозможно. Поэтому я уже сейчас пытаюсь все дублировать, и, как я уже сказала, большинство вещей, которые мы купили здесь за вот три месяца нашего нахождения в Риге, я оставляю здесь. Но, что я точно возьму с собой, так это моя обновка гардероба. Как вы заметили, я сегодня в кадре вот в таком вот красивом белом кардигане, и, о боги, его я связала сама. Вы не поверите, за время моей сельской жизни в Риге я начала вязать. И те, кто меня знают, в большом шоке, поскольку мои близкие знают, что я вообще не рукодельница. Вязать, шить, готовить, я не знаю, мастерить что-то, это вообще не моя тема, это больше тема моей мамы. Но, так как здесь я была в заточении с ребенком, у нас был отпуск от Ютуба, много свободного времени, особенно по вечерам, поскольку у ребенка крутой режим. Я подумала, почему бы и нет, тем более, что моя мама сидела там, вязала для меня новый кардиган, и я решила, давай-ка я попробую. И вот такая вот красота у меня получилась, но если вы думали, что это единственный кардиган, вы ошибаетесь, я связала целых четыре, целых четыре кардигана. Один из них мне пришлось распустить и перевязать, поэтому в результате пока у меня их три, сейчас покажу. Так, второй мой кардиган, вот такой вот красивый цвета шампанского, его я вязала дольше всего. Это английская резинка, и ее я вязала в четыре нити, то есть здесь у меня на рукаве четыре нити, на капюшоне тоже, на спине четыре, и только передние две части вот эти, они сделаны из трех нитей. Именно этот кардиган в первый раз я распустила, поскольку сначала я его вязала в одну нить, и я поняла, что английская резинка для кардигана в одной нити, она, ну, не держит форму. Но она такая не воздушная, не прозрачная, а больше сопливая, и она абсолютно некрасиво получилась. Но когда я решила сложить все-таки четыре нити и связать вот этот красивый узор, эту прекрасную резинку вот таким вот образом, она получилась такой, какой она должна была быть. Воздушная, пушистая, легкая, она тоже самое время очень плотная, теплая и держит форму. Ну, здесь у меня резинка два на два, две петли лицевые, две изнаночные, ну, и, в общем, я меняла их просто местами через каждый ряд. И самое сложное, что здесь было, ну, не то, что сложное, а самое долгое, это капюшон. Капюшон называется капюшон для ховида, когда он закрывает абсолютно все, но его суть в том, что он просто огромный и очень-очень большой. Эй, ты что тут на полу, кстати, валяется мой ребенок? В общем, капюшон у меня здесь просто огроменный, и для холодных ветреных дней в Санкт-Петербурге, я думаю, это будет прям круто. И третий кардиган, который у меня такой домашний, больше, вот этот как раз-таки я вязала в одну нить, вот такая вот сеточка. Вот этот он такой очень комфортный кардиган для дома, когда вроде бы как бы прохладно, но не холодно, и хочется одеть что-то красивое, что-то уютное, что-то теплое. Ну, в общем, такой вот зеленый кардиган у меня есть, это для дома. И еще один я только вяжу, и вот здесь у меня очень красивая серая нить, я решила вязать его обычной резинкой и просто как узор впускать вот сюда вот такие вот полоски. И в качестве вот здесь вот такого декора у меня идет вставка розовая, тоже из резинки обычной 2х2, она такая же, как на рукаве здесь. И, в общем, она будет выступать в роли вот такого воротника. Сейчас вяжу вторую сторону, также свяжу и воротник, причем воротник я вяжу вот прямо набирая петли на вот этой детали. То есть уже на готовые вещи я просто довязываю. И также рукава. Но это я уже буду вязать в Петербурге, поскольку здесь уже времени не будет, и плюс ко всему это все еще надо отвезти. Поэтому нить, которая мне еще будет нужна, я докуплю в Санкт-Петербурге, ее там уже нашла. Ну вот, такая красота у меня тоже будет. Но если вам кажется, что самая на свете рукодельница в нашем доме я, то это ошибка. Самая на свете рукодельница это моя мама, которая шила мне вот такое вот пальто. Сейчас отойду подальше, чтобы вы видели. Ну, в общем, пальто, оно длинное и нереально крутое. Оно такое для прохладной погоды, но не совсем холодной. И внутри здесь вот такая вот классная подкладка серая. Также капюшон глубокий. В общем, все, как я люблю. И помимо этого, вы уже, наверное, на фоне видели, смотрите. Тут у меня есть маленький дублер. У нас два пальто. Мама шила также и Рэму такое же пальтишко. Смотрите, какая прелесть. Мы теперь будем с ним, как сиамские близнецы, оба гулять. Красивые, стильные, да? Ну-ка, давай тебя поставим, покажи подругам. Давай, иди. Бутылкой, мама тебя поманит. Иди сюда и покажи подругам пальтишко. Давай. Топ-топ-топ. Ну, смотрите. Оп. Причем за последние дни нашего нахождения в Санкт-Петербурге мама будет это пальто перешивать еще раз. Потому что оно получилось больше, как вот такая вот кофта, кардиган. А мы хотели вот более длинное поколено, прям вот пальто-пальто. Поэтому у ребенка таких будет целых два. Ти-ти-ти-ти-ти. Кто тут дикает мне? Ти-ти-ти-ти-ти. Котенок. Да, печенька у тебя. Давай, иди погуляй. Так, что у нас еще в доме? Опять же, подруги, которые следят за нами в Инстаграме, посуду нашу вы видели, поскольку делала несколько обзоров. Я искала самую лучшую, которая у нас могла бы быть здесь, в Риге. И вы ее наверняка уже видели. Так, как обычно, наш паильник 360. Это неизменная наша любовь. И вот несколько тарелочек, которые мы попробовали. Первое, это изи-мат. Вот такой вот мати, который на четырех присосках, он присасывается к столу. Цель моя, кстати говоря, была, чтобы посуда осталась на столешнице. Поскольку ребенок уже подрос, он стал намного сильнее, чем был раньше, естественно. И он скидывал все свои миски прямо на пол. Следовательно, мне нужно было, чтобы это все дело осталось. Одна из подруг на Инстаграме мне порекомендовала вот такую вот штуковину. Позиционируют ее как тревел, но как тревела очень удобно, поскольку здесь есть вот эти крылья, и сама вот эта вот миска, она силиконовая. И чтобы вот это все дело взять с собой, даже если ты накроешь крышкой, эти крылья с ними нужно справляться. Уже не говоря о том, чтобы поместить это в микроволновку, это дико неудобная штука. Поэтому здесь нужно учитывать, что тебе нужна будет другая посуда, мисочка, из которой ты будешь накладывать это все дело сюда. Но когда мы начали ей пользоваться, на столешнице ребенка я все-таки поняла, что она очень удобная. Во-первых, ребенок ее вот хоть может так дергать, он это не делает. Эти кнопочки для него являются такими как интересными элементами, которые он нажимает. И даже если какая из них отлетит, он все равно нажмет ее, и она присосется обратно. Ну и в принципе для ребенка очень веселая вот такая вот миска. Поэтому частенько мы ей пользуемся, хоть она и для мамы не самая удобная на свете. Но для ребенка и для своей функции, чтобы ребенок ее не отдирал от столешницы, она прям идеальная. Вторая это миска Бун. Она вот такая вот на присоске. И у нее есть вот такой вот интересный край, который работает над тем, чтобы ребенок свою еду не ронял себе на коленке, даже если у него есть передник. И последняя это миска Twist Shake, которая вот предлагается на такой подставке. И она прикручивается к этой подставке. Подставка просто кладется на столешницу, и вот так вот эта миска прикручивается. Есть также крышка, и сама миска, она уже пластиковая, она очень-очень плотная. И вот эта штуковина, она вот прям намертво встает на столешницу, ребенок ее не оторвет никаким образом. Причем, если у тебя есть несколько мисок или тарелок, их можно скручивать одно на другую. То есть они будут храниться вот в стопочке. Она очень удобна, чтобы взять ее с собой, или когда ребенок поел, осталась еда, просто накрыла крышкой и положила в холодильник до следующего кормления. Это очень крутая штука. Но так как у нас здесь столик и стульчик этого, господи, Икеи, то мы твистшейком пользоваться не смогли. Просто потому что этот стул икеевский, он самый худший и самый некачественный стул, который я, в принципе, могла бы себе представить. Во-первых, через месяц уже оторвалась или отпала нога, сломалось вот здесь вот крепление, оно просто ушло внутрь и провалилось в эту трубу. Штука ржавеет. Причем, когда ты моешь этот стульчик, то вся вода попадает туда в ноги, и потом это ржавчиной все выливается. И сама столешница, вот здесь вы можете видеть, насколько она некачественна, она вся прям волнистая, то есть она реально волнистая и неровная. И эта неровность, она становится более видимой и более ощущаемой со временем. Поэтому, если у вас есть столик или стульчик Икея, то покупать вот такие дорогие и нереально крутые штуки, как Туист Шейк, нет никакого смысла, поскольку неровности этой столешницы вам не позволят прикрепить эту столешницу, эта штука держаться не будет. И здесь вина не Туист Шейка, а вина некачественного дешевого стульчика. В свою очередь, у него, конечно же, есть плюсы. Почему мы, в принципе, его приобрели? Первое, это цена стульчика, который тебе нужен на дачу. То есть заплатила за него я 13 евро. Это идеальный стул, который ты можешь просто вот на улице держать, оставить ночью, в сад потащить, шлангом помыть. Ну, то есть делать с ним все, что угодно. То есть это идеальный стул для дачи. Но для ребенка это ужасный стул, поскольку, во-первых, столешница неровная, он небезопасный, он быстро-быстро ломается. Вот у нас сломалась вот эта вот кнопка, которая должна держать ногу. И также нету подножки, что не дает стабильность ребенку, стабильность спинки. И такая посадка ребенка, она нежелательна. Так что мы забраковали икеевский стул. И знаем, что больше мы его не купим. Уже в следующий раз, когда мы приедем, наверняка закажем какой-нибудь другой стульчик, просто чтобы он здесь был. Ну, а из посуды, значит, это я забираю в Санкт-Петербург. У нас там еще один комплект есть. А, кстати, по поводу цвета твишейка. Белый и черный – самые-самые непрактичные цвета. Вот белый, он окрашивается от еды. Черный очень сильно царапается. Самые крутые, они вот цветные. То есть либо серый, либо голубой, бирюзовый. Какой там еще зеленый, есть розовый. У меня в Санкт-Петербурге серый. Но эти я тоже заберу. Дальше здесь, пока мы в Риге находились, чаще всего я тянулась за вот этой буновской миской. Это самая классная миска на свете. Если говорить про ложки, мы начали пользоваться ложкой Айкен. И я вам скажу, что я была просто в шоке, насколько эта ложка крутая. Она тренировочная для малыша. Она очень маленькая. Возьми в ручку, зайка, свою ложку. Вот посмотрите, как она в ручку встает. И когда ребенок ест, он пальчики вот сюда в дырочку продевает. И эта ложка очень удобно отправляется ему в рот. Это самая крутая ложка на свете. Вот реально. И сколько подруг видели у меня в Инстаграме вот эту ложку. Кто заказал для своих малышей, все просто пищат от восторга. Особенно те, которые только начинают учить ребенка есть самостоятельно. Ребенок тут же, вот со второго буквально раза уже нормально ест. Это очень круто. Да, котенок? Ложка у нас супер. Так что Айкен могу советовать. Это наикрутейшие ложки. Миска Бун. Твист Шейк. Это прям все круть. Изи Мат окей. Но второй раз я бы не купила. И также у нас есть передник Хэпи Бэйби. Его я оставляю в Риге. Я все-таки хочу купить себе в Санкт-Петербурге Бэйби Берн попробовать. Так, что еще у нас? Мы пришли к взрослым, ну как взрослым, уже к зубным щеткам, которые более похожи на взрослых. И здесь у нас вот такая вот щеточка от Бэйби Браш. Очень крутая щетка на присоске. Держится она прекрасно. В то же самое время ребенок с края ванны может ее снять. Также она вибрирует. У нее есть таймер, который будет вибрировать, по-моему, 2 минуты. И будет приучать ребенка вот все это время чистить зубы. И также есть вот такое вот освещение для веселости ребенка. И также сменные вот эти вот наконечники, вот этих щеточек. Вот такая вот круть. Эту щетку я также оставляю в Риге, поскольку мы будем дублировать вот такого рода вещи для гигиены ребенка. И плюс к всему я очень мечтаю о щетке Мегатен, которая есть в Алланте. И она уже нас ожидает в Санкт-Петербурге. Так что будем пробовать ее. Да? Давай, иди к маме. Также из важного, что у меня здесь есть, что я беру с собой в Санкт-Петербург, это витамин D. Тут я прикупила для себя и своих подруг. У нас в Латвии есть очень классный витамин D. И здесь удобство в том, что тысяча единиц в одной капле. То есть в день тебе нужно дать ребенку всего лишь одну капельку D витамина. Он на масле. Вот сколько я купила. Тут, по-моему, на 40 евро этого витамина D. Так что повезу девчонкам в Санкт-Петербург. Так, что у нас тут в доме еще новенького? Значит, по игрушкам. У нас тут все хранится вот таким вот образом. Естественно, за день все это у нас разбрасывается. У нас есть вот такая вот корзина, в которой хранятся игрушки. Ну, такие рендомные. Просто которые, вот места им нет. Они вот в корзину сбрасываешь и все. Здесь у нас сухой бассейн с шариками. Его нам подарили. Я уже, наверное, рассказывала ранее в Инстаграме много раз. Пыталась дать оценку вот этой вещи. Ну, скажу так. Сама бы я ее не покупала. Но, так как она у нас есть, ее подарили. Все-таки она, наверное, больше классная вещь, чем не классная вещь. Ребенок каждый день по несколько раз играет здесь с этими шариками. Сам забирается, выбирается. Мы можем с ним также играть, использовать его, ну, как условный сорсер, когда мы оба достаем шарики, оба собираем и кладем их обратно. Ну, и также здесь у него его любимые игрушки мягкие, которые здесь находятся. И ребенок уже, кстати говоря, по его умелкам, он уже распознает, где кошка, где Дэнни. Ну, давай попробуем. Ну, вот, таким образом он уже распознает свои игрушки, он уже понимает, какая игрушка что говорит. И, в общем, таким образом мы уже учим с ним английский язык. Кстати говоря, Дэнни, наша любимая, любимая игрушка, тоже поедет в Ригу. И также Скайларк, о нем сейчас расскажу. И наша белая большая кошка, это его самые любимые игрушки. И по секрету большому расскажу. Нас в Санкт-Петербурге уже ожидает подарок от Алант. Еще несколько игрушек от Зазу. Мы их сильно-сильно полюбили. Заказали себе для обзора и для видеоролика вот новые игрушки. Так что по приезду в Санкт-Петербург буду вам показывать. Ну, что касается Скайларка, это вот наша совушка, которая нам помогает учить английский язык. Вот наш комплект умницы. Здесь мы очень-очень активно читаем книги. Мы уже добрались с малышом и до книжечек более сложного уровня. Каждый день играем с карточками, учим слова на разные темы. Здесь еще есть вот такой вот красивый, красивый, как оно, игровое поле. Обзор на эту штуковину давала. Я оставлю тоже ссылку под этим видео для тех, кто не видел мой обзор. И как мы учим английский язык, штука очень крутая. Уже сколько мы получается, наверное, месяц точно мы ею занимаемся. И, в общем, я очень-очень довольна. Здесь в нашей комнате какие тут новинки. Мы купили ему вот такую вот, эту толкалку, или как она называется? Ну, в общем, такая штуковина, которая крутит обезьянок на какой-то пальме. Или тут эти, господи, как его, птички. Ну, в общем. Здесь у нас очень классная игрушка по принципу Монте-Сори. Вот. Я пока ребенку даю только верхний ряд. Это у нас рыбки. Сейчас покажу, как они работают. Рэм? Рэм, come to mama. Let's play fish. Вот. Так вот складываются эти рыбки. Потом здесь есть комплект целый, вот, мешочек. Тут есть очень много всего-всего. Циферки можно складывать, их учить. Кружки на палочки нанизываются. Сейчас покажу. Палочки. Вот такие вот разные палочки. Вот они вот в эти кружки встают. И на них можно учиться нанизывать вот такие вот цветные кольца. И также есть фигурки, которые вставляются вот сюда. И тут можно учить животных. Ну, в общем, так мы с ним ловим рыбок. И пока вот остальные детальки, они очень-очень меленькие, я все-таки ребенку их не даю, поскольку не хочется, чтобы он их что-то проглотил. Так, давай печеньку маме отдавай. И ты можешь ловить рыбу. Не хочу, в общем, чтобы он там их проглотил или потерял. Немного подрастет и будем добавлять новые всякие штуки, пока мы только ловим рыбу. Так, что у нас здесь еще? Пазлики, с которыми мы также играем ежедневно. Книги. Очень активно читаем книги. Из всех, наверное, развивашек, которые вот можно бы ребенку купить, я ценю больше... Ой, блин, печенье. Sorry. Я ценю больше всего книги, поскольку они действительно ребенка увлекают больше всего. И он с большим-большим удовольствием их читает. Также оставлю ссылку на все книжки, которые мы ранее покупали. Видеоролики я тоже обзор делала. Из последних у нас вот такая вот коробка с героями Винни-Пуха. И вот здесь вот открываешь. И 12 вот таких вот маленьких книжечек для ручки малыша. Вот они такие прям малюсенькие. Но они очень круто обучают первым словам, цифрам, ну и, в общем, каким-то таким-то историям. Тут есть на тему друзей, дождики. Ну и Рэм вот так вот сидит очень часто и подолгу их рассматривает. Подолгу я имею в виду больше пяти минут. То есть у нас вот пришло время, когда ребенок может увлекаться игрой более пяти минут. И также у него новая фишка. Он очень любит это делать в кровати. То есть он просится в кроватку. Я ему сюда кладу несколько его игрушек. Вот, например, вот эти книжки очень крутые. В Риге мы купили. И вот он их сидит тут, крутит и смотрит. Тут щенки всякие играют. Вот тут бегает, значит, хомяк. Что у нас еще? Здесь у нас книжка с малышом. Очень классно. Где малыш вот молочко пьет. Спит, просыпается. Ну вот видите, вот сидит человек. И рассматривает книги. Обычно это делаем мы, конечно же, с ним вместе. Что еще у нас тут? Печенье, да, ранее упомянутое мной. Наши медведи, которых можно составлять в пазлик. Пока мы реже ими играем. Это все-таки сложноватая игра для него. Но мы их складываем в бутылку. Так, и вот у нас здесь пазлики с машинками. Тут пазлики с животными. И вот такая вот штуковина у нас тоже есть. Здесь вот, значит, буквы и изображения слов на эту букву. С этой стороны тут рыбки. И потом здесь можно учиться считать и цвета. С этой стороны у нас часы. И здесь доска. У меня, кстати говоря, еще есть, где эта игрушка, господи. Сейчас покажу. Вот такой вот комплект. Сейчас. Также с доской и с фломастером. Фломастер был потерян в первые 20 минут. Уже не говоря о том, что ребенок весь был черный. И тут такие магнитные штуки. Пока это я оставлю в риге. И это я ребенку не даю, поскольку эти магнитные детальки маленькие-маленькие. И, собственно, отмывать потом этот несчастный фломастер было как-то не очень. Там еще были мелки. В общем, я пока не даю. Попозже будет он и здесь рисовать. Из рисунок всяких, пока он тут сейчас сидит, я покажу вам секретные игрушки, которые я ему здесь сейчас не даю. Которые я купила в дорогу. То есть 12 часов на машине в Санкт-Петербург. Это очень долго ехать. И я купила новые игрушки, которые он увидит только в машине в первый раз. Вам постараюсь сейчас показать, пока ребенок занят. Более детально покажу уже, когда мы дойдем в Санкт-Петербург. Вот здесь вот его первый персональный лэптоп. И тут тоже мышка шевелится. Значит, тут можно нажимать, переключать режимы от песен к каким-то историям. В общем, вот такой вот лэптопчик. Здесь все мигает, горит. Но я думаю, что в машине какое-то время он его займет. И вот, коли же мы заговорили о рисовании, то вот в дорогу, в машину я купила вот такую вот штуку. Когда, условно, эта ручка-фломастер на веревке не потеряет ребенок. И здесь он может вот рисовать. Помните, такие магнитные вот штуки в нашем детстве тоже они были. Только здесь разница в том, что здесь есть цвета зеленый, красный, желтый и синий. Вот так вот ребенок может рисовать. Также здесь в нем есть вот эти вот отпечатки, которые можно ставить. Тоже разных цветов они получаются. Вот, цветочек. Сейчас покажу. Тинкс, тинкс, тинкс. Короче, как у него получится, не знаю. Но, по крайней мере, есть шанс, что он его займет в случае, если нужно что-то интересненькое, новенькое. И последняя нереально крутятская штука – это вот такой вот микрофон, у которого есть разные режимы. То есть здесь можно нажимать все, что угодно. Тут песни, звуки, что-то еще. Потом здесь вот эта штука крутится, разные животные. Короче, вот такая вот крутецкая штуковина. Я один раз вот эту ему дала, когда мы ездили в город. И мне нужно было сильно его отвлечь, он был уже уставший. И он прям залип на нем надолго и упорно. Так что я уверена, что эта штука ему понравится точно. Уже маленькая ручка тянется, все, прячем. Такой телефон мы купили, вот эта самая бесполезная штуковина на свете. Он ему вообще не зашел. Какой-то идиотский абсолютно. Может быть, есть такие покруче, но я не нашла. Вот буду в Санкт-Петербурге искать. Вот это вот просто лежит, и непонятно зачем я этот телефон купила. Черепаха наша любимая. Любимая черепаха, она обязательно едет с нами в Санкт-Петербург. Без нее мы вообще никуда. По игрушкам это, наверное, все. С одной стороны... Так, давай выключим наш вентилятор. Большое количество, но, с другой стороны, не так-то много, учитывая, что задача стоит передо мной. Это все разделить и часть оставить здесь. Точно я забираю умницу Skylark, потому что английскому языку мы обучаться будем. Пазлики эти я оставлю, их можно купить, они недорогие. Эту штуковину я оставлю, она громоздкая. Вот эту штуку я забираю обязательно. Книги обязательно, некоторые книги забираю тоже. Но те, которые вот для деток постарше, те я оставлю здесь. Что еще? А, у нас, кстати говоря, есть новая шушушка. Новая машинка белого шума. Рэм швырял мой Марпак, вот эту портативную серую. И мне пришлось заказать новую. От Марпака она отличается тем, что она не портативная. Она вот прямо дома-дома на проводе. Что для меня является большим неудобством, потому что тебе всегда нужна розетка, на которую ты, ну, как бы, к которой ты подключишь эту вещь. Означает, провод всегда будет торчать. Ребенку интересен провод. Но с точки зрения качества самой машинки, она очень крутая. Здесь включение. Здесь можно поменять разные звуки. Ну, вот сейчас с первого начну. Первый это, погромче, это вентилятор. Белый шум, лес, море, дождь и сердцебиение. Так, котенок, подожди. И причем каждый из этих режимов можно менять несколько видов. Тут вторая кнопка нажимаешь. Другой лес. Еще другой лес. И качество звука, оно очень-очень крутяцкое. То есть эта машинка, она может работать и как белый шум для ребенка, и как машинка вот для такого благостного фона для родителей, в общем, для всей семьи, она очень круто может работать. Вот видите, вот минус провода, что в ней нет батарейки, она без провода не работает. Это в том, что ребенок, как только ее видит, тут же этот провод выдирает и начинает с ним играть. Это большой минус. Но, как я уже сказала, качество машинки реально очень крутое. И причем самая главная функция, которая меня привлекла, так это возможность поставить на бесконечное время работы. То есть здесь есть 30 минут, 60 минут и бесконечно, то есть хоть всю ночь. В основном машинки, они работают до часа. Я хотела такую, в которой есть опция на более длительное время. Хотя сейчас по нашему сну мы с ребенком уже ее выключаем. То есть он, как обычно, засыпает вот с этой нашей машинкой белого шума. Сейчас Манечкин, вот она, вот она, вот она. Она шушушка, то есть она шушукает. Через 30 минут выключается и остается только белый шум. И потом я уже его выключаю буквально через пару часиков. В Санкт-Петербурге мы вернемся. Я буду выключать тоже, ее ставить на час. И через час она будет выключаться, и ребенок будет спать уже без белого шума. Здесь это не сильно возможно, просто потому что я сплю там. Раньше здесь была моя спальня. Кровать я вынесла туда. Ребенок спит в этом помещении. И у нас между нами только вот эта занавеска. То есть нет двери. В будущем, когда уже появится второй малыш, я буду ставить дверь. Так что здесь это все дело будет более изолировано. И в таком постоянном белом шуме необходимости не будет. То есть я смогу уже спокойненько на час поставить. И все. И выключается, и досвидули. И в то же самое время делать свои дела. И особо там на цыпочках не трястись, что ребенок проснется. Потому что сейчас он спит достаточно глубоко и не просыпается. К слову о сне, мы сейчас просыпаемся в 7-8 утра. Как какое утро? Потом у нас один дневной сон, который у нас в пол первого в час. Спит он дневной сон 2-3, а иногда бывает 3,5 часа. И отправляемся спать с 7.30 до 8 вечера. То есть он в кровати не позже 8 вечера. Позже я его уже не укладываю. И вот такой режим у нас уже выработал. Все очень удобно, комфортно. И все отдыхают, все в хорошем настроении. И в общем, проблем у нас с этим режимом, слава богу, нет. А, еще про игрушки не рассказала. Вот. Это моя самая-самая любимая штука. Ну, Рэм тоже очень любит. Это игрушка от Bright Stars. Я ее хотела, вот не знаю, сколько хотела. Вот полгода точно. Но когда я ее увидела, я знала, что эту игрушку я хочу. Эта игрушка предназначена для малышей, которые начинают ползать. Или которым нужно научиться ползать. Она должна их заманивать. И я ее не покупала просто потому, что она, ну, такая вот, недешевая. Здесь она стоит, по-моему, евро 35. Но я на Амазоне нашла ее за 17. И вот так она работает. Да, спасибо. Давай, маме. Давай, маме. Тебе надо подключить? Давай, мама подключит. Давай сюда. Ну, вот, видите. Это самое-самое неудобное вот в этой штуковине. Вот прям вот ребенку надо с этим проводом. Поэтому обычно я просто тупо убираю. Все прячу. Ребенок может там иногда покапризничать провода под диван. Но все, через секунду он забывает. Так вот, Брайт Старс. Вот эта игрушка просто нереально крутая. Очень крутая. И вот она как бы должна привлечь малыша. Он должен за ней поползти. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы она катилась немного дольше. Но, окей, тут у нас поля нет. И пространство, оно не бесконечно. Поэтому, ну, вот как есть. А то у ребенка есть стимул за ней бегать, ее включать обратно. Ну? Where's the monkey? There's the monkey, baby. А, сейчас вентилятор нам интересен. Сейчас мы играем с нашим супервентилятором. Кстати, про игрульки. Игрулька для мамы. Сейчас покажу. В нашем бардаке тут. Посмотрите на мой телефон. На что он похож? Это просто полный капец. Посмотрите, на что похож мой телефон. Я теперь стала мега-строителем. Это какой-то капец. Мы купили вот такой вот чехол, который защищает мой телефон на 100 миллиардов процентов. Стало он в 200 раз, конечно же, тяжелее. И сильно сомнительное вот это переднее типа стекло. Это клеенка или пленка, или из-за чего? Такой какой-то странный пластик. Потому что он закрывает часть камеры селфи. Но это можно, может быть, поправить, уже посмотреть. Суть этой красоты в чем? У меня перестал работать дисплей моего телефона. Он ранее был разбит. И уже на нем стоял неоригинальный дисплей, который перестал работать. Просто черное на экране. И все, и хоть ты тресни. Подожди, котенок, не трогай. И черное, хоть ты тресни. Я поехала в мастерскую, мне поменяли по гарантии, еще раз дисплей поменяли. И я вышла из мастерской и тут же уронила телефон и разбила его повторно. И мне пришлось второй раз идти в мастерскую уже за деньги чинить этот дисплей. Я поняла, что так дело не пойдет. Арс меня, конечно же, успокаивал. Говорил, что, слушай, все мамочки, кто ко мне приходят, и в принципе, все с разбитыми телефонами. Никто их не меняет, потому что это не вариант с детьми. Ну, то есть это бесполезно менять телефоны на дисплее, поэтому лучше купи себе какой-то зверский вот такой вот чехол. Фиг с ним, что выглядит адски. Но главное, что телефон защищен. Ну и, в общем, я заказала вот такой вот какой-то армейский строительный. Не знаю, для кого это предназначено. И, конечно же, с проводом. Вернее, с шнурком. И это вот я все повешу себе на шею. Что нам хорошенько нужно будет продумать, с собой взять, так это одежда ребенка. Здесь у нас много чего нового. И бабушка нам подарила. Так, сейчас покажу из таких самых-самых. Ну, на бардак не обращайте внимания, поскольку детские вещи, сами понимаете, с ребенком всегда тут такой полубардак. Такие вот летние какие-то вещи, кепки, это все, понятное дело, я оставляю здесь. Джинсовку обязательно забираю, она нам будет нужна. Толстовки. Летние такие рубашки тоже мы оставляем. Шорты оставляем. Здесь у меня еще джинсы есть. И из таких вещей, которые сейчас вот нам прям очень-очень кстати. Вот это вот такого плана толстовки с молнией. Такие я купила, по-моему, штуки три. Они продаются в резервде, вот. И стоили они там типа 9 с копейками евро. Очень хорошая цена. И качество просто супер. То есть они такие утепленные. И для вот повседневной жизни малыша бегать прям круто. Потом моя мама нам связала ребенку еще один кардиган. Такое типа пальто. Такую вот красоту. Фотографии тут поставлю, чтобы вам показать, как это на ребенке все выглядит. Также у нас вот из H&M бомбер. Очень крутой. Он правда великоват. Его мы оденем только весной. Но в принципе тоже можно его забрать с собой. Посмотрю, как будет место. Если будет место, я его тоже заберу. И из Zara у меня еще вот такая вот рубашка. Серая с капюшоном. Я все мечтала о синей джинсовой рубашке. Но она быстро у них распродалась. Поэтому пришлось вот взять вот эту. Но это тоже очень красиво. В общем, по фоткам сами можете посмотреть. Так что да, вещи, одежду тоже буду складывать. И очень сильно продумывать, что брать с собой, что оставлять, что нам нужно сейчас, что нужно будет попозже, что можно будет потом забрать. В общем, задача не из простых, как обычно. В окончании нашего видеоролика самая-самая, мне кажется, приятная, наверное, новость, что с нашим возвращением в Санкт-Петербург мы возвращаемся ко второй моей беременности. И я посчитала в своем календаре, и как раз на те дни, в которые мы возвращаемся в Санкт-Петербург, у меня должна быть эволюция. Поэтому первым делом мы начнем работать над нашей беременностью номер два. И очень надеюсь, что в этот раз наши попытки увенчаются успехом. Но в любом случае, как я уже вам обещала ранее, что весь путь нашей второй беременности мы с вами будем проходить вместе. И буду вам рассказывать и информировать о том, как же наши дела в этом вопросе. На сегодня мы заканчиваем наш выпуск. Я показала вам все, что у нас здесь есть в домике, как мы здесь живем, что у нас тут новенького, что интересного. И как я планирую собирать наши чемоданы для возвращения в Санкт-Петербург. Увидимся с вами наверняка уже в Санкт-Петербурге. То есть следующий выпуск я буду записывать именно там. Там мы первым делом будем говорить о том, как мы освоились, как мы там разобрались с нашей квартирой, как мы привыкаем к жизни в квартире после целого лета в частном доме с территорией, со свободой. Об этом обо всем буду рассказывать в следующем моем выпуске. Но на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем доброго-доброго дня. Пожелайте нам удачи в нашем пути, чтобы тест на коронавирус завтра был негативным, ну и чтобы мы удачно, успешно встретились с Сарсом и вернулись домой. На сегодня от нас это все. Желаю вам доброго дня и увидимся в нашем следующем видеоролике. Пока!